как удачно как раз в то время когда мы занимаемся созданием топора в москве проходит выставка ярмарка народных промыслов где этого добра хватает очень вот эти вот штуки нравятся в плане когда на гости эта история фиксируется тут в общем-то всякого добра хватает но мы по большей части сконцентрированы именно на топорах заметил не такой тяжелый нам повстречалось немало крутых экземпляров но довольно похожих друг на друга я прям по рисунку узнаю вот мы его увидели уже рукой прикольная кстати такое чувство что в россии кроме бородовидных никаких других топоров больше не делаю это конечно не так но когда тебе в руки попадает достойный представитель своего рода то вкусовые предпочтения отходят на второй план и ты просто прешься насколько это кропотливая искусная работа безусловно есть куда стремиться с чего-то тоже нужно начинать что касается стилистических предпочтений тут я решил не следовать ничему ранее увиденному и попытался выработать что-то свое я накидал из башки простые геометрические фигурки заявлять об абсолютном авторстве орнамента глупо так как треугольники и крестовины но явно не я придумал просто не очень легко и непринужденно вылезли из моего подсознания все это очень сильно похоже на кнопки геймпада а так как я любитель свободное время понажимать на них тут ничего удивительного что получается тут обломанная была до пока я работал над макетом рамы восстанавливал убитые резцы после тотема они нам еще понадобятся так как все фигуры которые я изобразил будут вырезаны на топорище чтобы более точно перенести элементы на рукоять я вырезаю трафарет из самоклеющейся полупрозрачной виниловой бумаги орнамент будет дублироваться с двух сторон не могу сказать что трафарет идеально точно подходит к рукояти поэтому наклеивать стоит очень внимательно а так заклеиваются вообще все открытые места кроме самих фигурок задача закрасить именно их самоклейка довольно плотно приклеилась к деревяшки поэтому трафарет получился максимально четким то что нужно в этот раз резцы не выдержали конкуренцию с электро гравером я не хочу сказать что окончательно и бесповоротно нет просто гравером быстрее как-то удобнее плюс другой насадочкой можно сразу же и все заусенцы убирать техно прогресс не вижу в этом ничего постыдного впереди работа с краской поэтому необходимо рукояти загрунтовать я выбрал теккуриловскую валти праймер так как в ее состав входит льняное масло это поможет препятствовать проникновению влаги в древесину за ночь топорище хорошенько пропитается и можно приступить к оформлению первым делом я закатываю все в белый так как в дальнейшем хочу использовать уже полюбившуюся мне люминесцентную палитру покрываю сразу всю рукоять дабы избежать ненужных мне тоновых перепадов пока топорище подсыхает займемся созданием эксклюзивного колорита я буду смешивать разные люминесцентные краски с целью создания более пастельных оттенков в топоре будут использоваться три цвета один из которых фиолетовый чисто фиолетового у меня нет поэтому смешиваем розовый и синий ну и беленького немножко вот так ну а салатовый мне так нравится плюю прямо с банки последовательность цветов я опять же взял из башки и даже придумал какую-то некую закономерность не беспочвенно разумеется я хочу видеть плотный закрас без всяких белых проблесков поэтому наносим второй слой и 3 и по моему даже 4 не помню а все белые промежутки становятся черными и контрастность выходит совсем на другой уровень прикольно мне нравится я раскошелился и затарил юника супер 90 это довольно лютый юридоналкидный лак устойчивый к износу ну и там химикат нам разным покрываю и оставляю сохнуть на сутки мы тут это уже расклинили его с апоксидочкой обмоточка такая появилась дело подходит концу подбиваем мелочевку и самое то главное затачиваем и чешем на тест-драйв когда я начинал тот проект то конечно же отдавал себе отчет что я ничего не знаю о изготовлении топоров все от начала и до конца было сплошной импровизацией и сейчас мне интересно опытным путем узнать насколько он удобный не сломается ли он при очередном ударе хочется получить именно свой личный опыт возможно захочется что-то в нем изменить вообще сделать другой процесс создания не останавливается ни на секунду и в нем участвую не только я за этот год у нас сформировалась некая творческая группа которая каждый развивается в чем-то своем я очень благодарен ребятам интересно во что же это все превратится в будущем лично я топором остался доволен а это самое главное вижу для себя делал ему не помешало бы еще конечно нужно замутить но это уже потом буквально на днях я закончил работу над картиной которую выполнял на заказ если вы тоже хотите стать обладателем портрета выполненного мной то обращайтесь в группу вконтакте кстати есть возможность опубликовать на ее стене и свои работы но если вы занимаетесь чем-нибудь интересным я думаю что можно даже рассчитывать на критику там это практикуется от себя хочу отметить михаила вот у кого действительно руки растут откуда надо респект очень крутые маски а а Субтитры создавал DimaTorzok